МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнюю программу начинаем в городе, который знаменит своим футбольным клубом, но мы здесь не поэтому. В Борисове живут 140 тысяч человек. Это крупный промышленный центр. Здесь более 40 заводов и фабрик. Продукция от знаменитых борисовских спичек до бронетанковой техники и медицинских препаратов. Борисов – один из тех 11 городов, жизнь в которых в ближайшие два года должна разительно измениться в лучшую сторону. Такую задачу перед правительством и местными властями ставит наш президент. Тема развития регионов на этой неделе стала центральной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в центре этих преобразований был и остается человек. Это и создание новых рабочих мест, и достойная зарплата, и в целом повышение уровня жизни белорусов. Как этого достичь? Посмотрим и порассуждаем. Смотрите сегодня в конкурсе. Стряска по вертикали. Провалом в этом году быть не должно. От первого лица. В эпицентре. Должна быть жесточайшая диктатура технологий. И на местах. Предприятия должны быть эффективные, высокорентабельные. Осуществим работы, которые исчерпают эти все конфликтные ситуации. Разбор проблем нерайонного масштаба. Теперь их двое, но в конце должен остаться только один. Впереди дебаты-баттл. Чекаю на вас тут, на НСК Олимпийский. Дебаты отбудутся перед народом Украины. Думай, где? Стадион так стадион. Я чекаю на вас, Владимир Александрович. Кто окажется более убедительным в пробах на главную роль слуги народа? Дороги, которые мы выбираем. Сколько едешь, только платить. Техосмотр отдельно, сбор отдельно? Мы наблюдаем падение спроса на эту услугу. Или оставить все, как было? Проведем диагностику. Мы белорусы. Разберем по нотам главную мелодию страны. Бейбан с тобою, бейбан с тобою. Через судьбу ее автора. Испугов не было. Почему конкурс на гимн Беларуси объявили, когда республика была еще под властью захватчика? Грифа засекриченного нет. Об этом не пели и не писали. Культурное расследование программы. Мы начали с того, какие амбициозные задачи ставит перед исполнительной вертикалью президент. Но власти также важно иметь обратную связь, понимать и чувствовать настроение людей, откликаться на их проблемы. Помните, это было одним из главных посылов недавнего большого разговора с президентом. Здесь, в Борисове, во время приема граждан мы застали помощника президента Александра Косинца. В обязательном порядке будут изучены все регламенты, технические условия, где, кто, как, каким образом. И в конечном итоге будет дан ответ. Ну и, естественно, этот вопрос будет находиться под моим контролем. От проблем семейных до вопросов начисления пенсии, медицинского обслуживания и работы ЖКХ. Список тем, с которыми приходят люди на подобные встречи, никак не назовешь однообразным. После этого приема, который, к слову, длился почти пять часов, мы обстоятельно поговорили с Александром Косинцем и о том, как власть должна реагировать на запросы граждан. Ну и как с помощником президента, который курирует стратегические проекты, о том, на какие суммы такие проекты сейчас реализуются в нашей стране. И как они будут способствовать развитию регионов. Развернутое интервью покажем во второй части программы. Как видим, перспективы весьма серьезные. И самое главное, почти все, о чем говорил Александр Косинец, будет происходить, а где-то уже происходит, но вдали от столицы. Подробнее о том, какие еще конкретные шаги намерена делать исполнительная власть для развития регионов, и какие задачи перед ней на уходящей неделе поставил президент, расскажет наш политический обозреватель Дмитрий Семченко. Раннее утро Александр Титок начинает с объезда полей. Новый председатель Шкловского райисполкома признает, наследство перспективное. Плодородные почвы, балл Пашни 34,8. Это одни из лучших земель, считается, как бы в республике. 70 тысяч гектаров Пашни, есть где развернуться. Треть уже засеяна яровыми, но надо ускоряться, пока погода благоволит. Поэтому руководитель едет к людям. Чтобы история Купаловского не повторилась, для каждого работника нужно найти свой стимул. Президент ставил задачу вести порядок, дисциплину. Это является основой производства. Вырабатывать не хаотичную работу, а системную. С тружениками полей глава района говорит на одном языке, ведь в карьере уже есть опыт руководства Хойнингским районом. Затем за два с половиной года в департаменте по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы аграрные знания стали только прочнее. Но одно дело знать, другое применить. Поэтому вывел формулу «управляй, мотивируя». Где кнут, где пряник, а где и теплое рукопожатие. Самое наследство мне досталось, ценное, это люди. Вот люди сегодня с охотой хотят работать. Видите, рано утром идут на работу, а если есть, чтобы подложить под это дисциплину, технологию, то результат будет. Еще на прошлой неделе, глядя телевизионные репортажи с фермы «Слежи», Александр Титок и не думал, что в цепочке последующих событий ему достанется, пожалуй, самое показательное звено. И если об эффекте бабочки снято немало фильмов, то белорусский эффект коровы достоин стать нарицательным в кадровой политике. Пресловутая «Буренка» вовсе не была причиной громких отставок и назначений, но стала ярким катализатором. Министр сельского хозяйства Леонид Заяц, провалив аграрную экономику Могилевщины, отправился в регион делать работу над ошибками уже статусе губернатора, оставив свое кресло Анатолию Хатько, отвечавшему за племенное животноводство в стране. Ответственный за сельское хозяйство вице-премьер Михаил Руссый стал помощником президента по Могилевской области, освободив кабинет для губернатора Гомельщины Владимира Дворника. Быть может, внушительный полишук с присущей южанам обстоятельностью укрепит на селе ту самую диктатуру технологии, о которой не устает говорить президент. Каждый год проблема с заготовкой кормов, условиями их закладки и хранения. Доходит до того, что зимой вода в поилках животных замерзает. О том, что технологии решают, говорят и цифры, в 2000 году одна среднестатистическая белорусская корова давала чуть больше двух тонн молока. После тяжелых 90-х тогда и этому радовались, но дальше работа по науке с поддержкой государства превратила молочные ручьи в настоящие реки. Теперь и средние по стране пять тонн от коровы считаются у нас заурядным результатом. Например, Брестской и Гродненской области уже подбираются к средним шести тоннам, а вот Витебская и Могилевская пока застряли в районе четырех. Кто-то может возразить, что все зависит от количества рогат кормились. Мол, одно дело содержать довольствие сотни, а другое тысячи. Но опять же, цифры говорят об обратном. В том самом далеком 2000-м белорусское стадо было более миллиона двухсот тысяч коров. И за это время пополнилось всего на 12%. Но вот молока нынешнее поколение чернопестрых дает в два с половиной раза больше. Но и это не предел, ведь генетический потенциал этой самой популярной породы около девяти тонн. А значит, нужно брать на вооружение фразу Гиппократа «Мы – это то, что мы едим». Именно с таким принципом решили кормить и коров в одном из подшефных хозяйств Гродненской табачной фабрики. Прямо во дворе предприятия готовят к закладке на проращивание уже вторую партию ячменя. Всего через неделю в подшефное хозяйство поступит мультивитаминный коктейль. Технологию подсмотрели на Западе, где давно зимой скоту на фермах дают пророщенные злаки. Стоит недорого, а эффект внушительный. Питательных веществ здесь в семь раз больше, чем в обычном комбикорме. Да и дешевле в шесть раз. В итоге коровы меньше болеют, дают здоровое потомство и надои растут. Систему соорудили сами. Взяли морской контейнер, оборудовали его поддонами, подключили воду, кондиционер, свет и готово. Это даст нам получить натуральные витамины для кормления животных, уйти от закупки дорогостоящих витаминов. В самом подшефном хозяйстве Ханчицы Неман, это Свислочский район на краю Беловежской пущи, на эксперимент решили с опаской. Стадо и так высокопродуктивное. В двадцатке лидеров по надоям в Беларуси не испортить бы. Корову новинку распробовали. И сейчас с нетерпением ждут, когда вырастет очередная партия питательной зелени. Витамина А в гидропонике в 20 раз превышает больше каротина, чем в моркови. В 16 раз больше витамина С, чем в цитрусовых. У нас стоит задача надоить с 2020 год 10 тысяч на корову. Тем, кто умеет считать деньги, не нужно объяснять, какое дело горожанину до уровня животноводства. Если гордость за то, что наша небольшая страна входит в топ-5 мировых производителей молочных продуктов, аргумент не для всех, то ассортимент и цены на продукты в магазине – показатель для каждого. Благо, не молоком единым богато наше сельское хозяйство. Если в 90-е нам не хватало даже ржаной муки для собственного хлеба, то теперь мы ежегодно получаем от экспорта продовольствия более 5 миллиардов долларов. К 2020-му должны взять планку в 7 миллиардов. Для сравнения, в 2000-м, когда белорусское село только начинало подниматься на ноги, выручка была в районе 500 миллионов, а импортировали продуктов мы тогда вдвое больше. Теперь уже мы кормим более 60 стран, и аппетит на мировом рынке только растет, а вслед за ним и роль сельского хозяйства, которым день, как известно, год бережет. Достаточно сил и средств для того, чтобы посеять в любую погоду. Хозяйства должны быть обеспечены техникой, топливом, минеральными удобрениями и семенами. Еще раз хочу подчеркнуть, у нас как-то выпадает всегда правительство из каких-то компаний. Сельское хозяйство – это очень серьезная отрасль в нашей зоне рискованного земледелия. Поэтому, Сергей Николаевич, давайте запрягайтесь с вице-премьером и министром финансовым. Все, что мы должны сделать, надо вовремя отдать и забыть. Я хочу, чтобы губернаторы и вся вертикаль власти сделали соответствующие выводы и события Могилевской области и других регионов. Формально сельское хозяйство дает около 8% белорусского ВВП, но к этой цифре нужно прибавить работу пищевой отрасли, которая держится на продукции сельского хозяйства. А это еще четверть всей промышленности страны. Поэтому говорить о росте белорусской экономики без развития села не приходится. Да, черноземам мы не богаты, но Беларусь – одна из немногих стран в мире, которая производит одновременно все три вида минеральных удобрений – азот, фосфорные и калийные, а также имеет возможность вносить их в землю в достаточном количестве. Вроде бы в формуле успеха есть все составляющие, но не все цифры радуют. В стране 1368 сельхозпредприятий. Большинство успешное, но 22% с проблемами. Из них 144 и вовсе убыточное. Есть указ президента по их оздоровлению, а срочка по кредитам антикризисной управляющей и так далее, но не скоро дело делается, и проблемы характерны не только для сельского хозяйства. Зачастую, помимо набивших оскомину дисциплины и технологий, не хватает так называемой фишки. Будут прорывные идеи, бизнес-план, тогда и инвестиции подтянутся. Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Нужны производство завтрашнего дня, новые товары и технологии. Нужна изюминка на каждом предприятии. В южных регионах с изюминкой уже нет проблем. В прямом смысле. По поручению главы государства, в Гомельской и Брестской областях заложили фруктовые сады имени Мамале Рахмона, предоставившего саженцы. Эксперимент амбициозный. Виноград здесь уже растет в промышленных масштабах. Например, с этого молодого участка в 10 гектаров осенью уже получили 4 тонны урожая. Этим сортам винограда не нужны теплицы и пленка. Главное правильно ухаживать, вовремя подвязывать, обрабатывать, поливать и подкармливать. Переработку хотели его пустить. Но потом посмотрели, что виноград он вкусный, он ничем не уступает украинскому винограду. Поэтому мы его сейчас продаем. И продаем мы его на ура. Если южным регионам климат позволяет экспериментировать даже под открытым небом, то на севере страны согревают растения по-новому. В поселке Ореховск под Оршей на смену старым энергозатратным тепличным технологиям пришли современные, голландские. И теперь с одного метра квадратного собирают овощей не 35 килограммов, как раньше, а почти 80. Первый зимний урожай этого года уже получили второй на подходе. Рядом с теплицами начали еще один проект по глубокой заморозке овощей. В республике мало производительных глубокой заморозки овощей. Поэтому мы приняли решение, что надо искать добавленную стоимость, именно, как говорим сегодня, конечный продукт до потребителя. Новое производство – это новые рабочие места, о которых президент постоянно напоминает чиновникам вкупе с достойной зарплатой. В целом по стране вышли на тысячу рублей, но в большинстве регионов таких денег не зарабатывают. В 2018 году только 10 из-за 28 районов и городов имели зарплату выше средней по стране. В Могилевской области нет ни одного такого района и города. На 1 марта 2019 года 179 организаций страны имеют просроченные долги по зарплате. Из них в Витебской области 125 после того, как губернатор Витебской области получил уже оценку президента. Шутите с огнем. И не только вы. И своих жестких установок в этом вопросе менять я не намерен, потому что люди хотят каждый день кушать и во что-то одеть детей, чтобы отправить в школу или в детский сад. Для роста утверждены детальные документы по развитию агропрома, ЖКХ и строительства. Три весомых директивы в помощь региональной политике. Хотя президент всегда ставит на первое место экономику, называя ее гарантией суверенитета, но при этом призвал не забывать про внешний вид страны. Буквально каждый человек хочет быть красивым и успешным, но начинать нужно со своего дома, в том числе и нашего общего, имя которому Беларусь. И если эффект коровы этому поспособствует, то памятник белорусской буренке нужно будет отлить как минимум в бронзе. Дмитрий Семченко, Елена Соловьева, Максим Вечерков, Надежда Завиновская, Олег Шапель. Контуры. Итак, эффективное развитие регионов ставится во главу у главы экономической политики. Задачи, которые поставил на этом совещании президент, решать придется на местах, в местной вертикали. Накануне со студией Контуров вышли на связь руководители Брестской и Витебской областей, и у нас есть возможность узнать их точку зрения на то, как от матрицы задач переходить к диктатуре технологий. Председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис и Витебского Николай Шерстнев с нами на связи. Первый вопрос у меня в Витебск. Николай Николаевич, Витебская область традиционно сильна в нефтехимии и легкой промышленности. А в каких отраслях вы видите новые точки роста? Основа экономического развития Витебщины, конечно же, определяет промышленность и предприятия малого и среднего бизнеса. Но если рассматривать этот вопрос в разрезе регионов, безусловно, все районы носят ярко выраженный сельскохозяйственный характер. Организации агропромышленного комплекса в общем объеме выручки в отдельных районах достигают до 70%. Резервы – огромнейшее населье. Показатели те, которые имеет Витебская область, они крайне нас не радуют и мы можем прорастать в разы. Приведу несколько примеров. Урожайность зерновых. Мы вращаемся где-то порядка 30 центнеров. Отдельные сельскохозяйственные организации имеют 50, 60, 70 центнеров. Это огромнейший резерв, огромнейший потенциал для развития. И если мы воспользуемся, решим ряд проблем, значит у нас заработает комбикормовая промышленность, у нас заработает мукомольная промышленность. Конечно же, более эффективно станут работать предприятия мясомолочной промышленности. Как это сделать? Есть очень хороший документ, замечательный документ. Директива президента республики Беларусь за номером 6 о развитии села. Основным приоритетом данной директивы мы видим, четко ясно записано, создание крупных кооперативно-интеграционных структур, агрохолдингов с участием перерабатывающих предприятий. Предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Этим путем идет Витебшина. Спасибо, Николай Николаевич. И вопрос руководителю Брестской области Анатолию Васильевичу Лису. В вашем регионе как минимум два примера того, как можно успешно вести бизнес в сельском хозяйстве. Не сбрасываем со счетов и промышленность, но у Бреста еще и уникальное географическое положение. Через него проходит новый шелковый путь. И это наверняка сулит интересные перспективы. Брестская область является аграрной областью, поэтому основной упор в развитии социально-экономического развития естественно мы делаем на развитии сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Я хотел бы привести такой пример, что Брестская область, более 25% экспорта республиканского, это Брестская область. Наши предприятия переработки, такие как Савушкин продукт, Санта Бремор, да и другие известны не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Поэтому мы и в дальнейшем будем делать упор на производство качественного сырья и его переработки и поставки на другие рынки сбыток. Естественно, что мы не упускаем возможность и особенность нашей области заключается в том, что мы располагаем очень хорошим логистическим направлением. Все движения грузов, это и железнодорожный транспорт, автомобильный, с востока на запад, тем или иным образом идут через город Брест и Брестскую область. Поэтому здесь есть большие перспективы развития логистических центров. Особенно сегодня мы надеемся на развитие программы по шелковому пути поставки из КНР товаров в Европу. И наоборот, наши товары пойдут в сторону Китая. Мы уже начали этим заниматься за прошлый год более 23 миллионов долларов экспорт нашей продукции в КНР, хотя три года назад мы вообще туда не поставляли товаров. Что ж, спасибо. Свои выводы по итогам совещания и план действий по развитию областей представили губернаторы Витебской и Брестской областей. Мне же президентские требования и поручения напомнили фразу авторства, которая принадлежит известному бизнесмену и промышленнику Генри Форду. Если ты будешь колоть дрова сам, то согреешься ими дважды. Согласитесь, есть здесь что-то схожее с призывом Александра Лукашенко раздеваться и работать. Призыв, который актуален и для столицы, и для областей, и для села. Самое жаркое время с точки зрения политического климата сейчас в Украине. Первый тур выборов президента не выявил победителя. Во второй тур, который состоится 21 апреля, вышел действующий глава государства Петр Порошенко. Компанию ему составит шоумен и комедийный актер Владимир Зеленский, который отсутствие политического багажа компенсирует медийностью. Год назад такой сценарий показался бы утопией, но сегодня это реальность. И если присмотреться, то шоу-бизнес и политика не так уж и далеки друг от друга. Более того, то и дело переплетаются. И актеры, которые свою главную роль сыграли не на экране, это подтверждают. Самый известный, можно сказать, классический пример – Рональд Рейган. На его счету более 70 фильмов и номинация на Оскар. Впрочем, зачем далеко ходить? Президент и бизнесмен Дональд Трамп продюсировал конкурсы красоты, был ведущим шоу с говорящим названием «Кандидат». И за свои заслуги удостоен звезды на Голливудской аллее славы. А это актер и президент Филиппин Джозеф Эстрада. Актерское прошлое было у нынешнего президента Гватемалы Джимми Моралеса и даже премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В России на президентское кресло в разное время претендовали Ксения Собчак и Станислав Говорухин. В Беларуси на пост номер один в 2001 году выдвигался Евгений Крыжановский, но дальше сбора подписей он не продвинулся. И думаю, вы согласитесь, выборы нередко напоминают шоу. И у актеров здесь серьезное преимущество. Как минимум, они умеют нравиться публике. А в Украине, между тем, намечается горячее противостояние. И здесь, я думаю, стоит ввести такое понятие, как дебаты-баттл. Судите сами. Судите на вас тут, на НСК Олимпийский. Дебаты происходят перед народом Украины. Дебаты происходят не с маріонеткой Кремля Чеколомойского, не с Ватником, не с Малоросом, не с Бидлом, не с Клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Володимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. Думай, где? И быть президентом, и верховным главнокомандующим – это не игра. И дебаты работаются не заради ведовища на стадионе. Дебаты – это серьезная дискуссия про стратегию развития Украины, про ценности, про исторический вектор, про приоритеты. Краина не просто выбирает, она доверяет свою веду. Но стадион так стадион. И шоу, похоже, будет. Об этом поговорим с моей коллегой Ольгой Асачей. На время избирательной кампании она в очередной раз была командирована в Киев, работала в Украине во время Майданов. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Юрий. Ну что ж, избирательная кампания у наших соседей в этот раз, похоже, проходит спокойно, во всяком случае, без протестов и запаха горящих шин. Хотя, так ли это? И в каком амплуа уступали фавориты? Ведь вы успели пообщаться с каждым из них. Знаете, Юрий, пусть не горела, но жареным-то попахивала. Огонь, а не избирательная кампания в этом году в Украине. Компроматами померились. Бюллетень измерять не нужно было, электорат такого длинного все равно никогда не видел. Но чтобы взять у кандидатов, кроме обещаний, еще и анализы, похоже, Петр Порошенко решил продемонстрировать, что не уступает шоумену Зеленскому в уровне тромбоцитов. Если серьезно, кандидаты хотели показать избирателям, а может и друг другу, что ни алкоголя, ни психотропов, ни наркотиков в их крови нет. Цирк, погоня за хайпом, как угодно можно всю эту лабораторную историю называть, но на поверхности, пожалуй, одно. В подобной ситуации один из кандидатов может позволить себе забыть, как сам называл конкурента, клоуном, а второй до последнего скандировать шоу-маст-го-он, сдавая кровь участнику кулинарной передачи. Уж слишком ставки высоки и слишком непредсказуемы результаты второго тура. И здесь очень многое могут решить те самые стадионные дебаты. Ведь если тактику Порошенко Украина за несколько лет уже распробовала, Зеленский пока и берет-то во многом тем, что практически не дает ни обещаний, ни интервью. Жители Киева нам так и говорили, да кто угодно, главное, чтобы новое лицо. А в остальном образ исключительно позитивный, веселый, интеллигентный и относительно молодой человек. Но что будет, когда Зеленский заговорит о социалке, оборонке, внешней политике? И это большой вопрос. Дело не в том, что вдруг он окажется растерянным или неубедительным. Просто так развернуто и основательно. Фаворита президентской гонки избиратели фактически услышат впервые. А после дебатов и день тишины. И, как говорится, думайте. Не будем забывать, что Порошенко и Зеленский вместе набрали меньше 50% голосов. Но остается еще примерно столько же. И вот за кем пойдет эта половина избирателей? Сейчас в Украине в самом разгаре период активного перетягивания электорального одеяла. Борются за каждый процент. Так что анализы это еще наверняка не занавес. Декорации на сцене еще точно остались. А как победа каждого из кандидатов может сказаться на белорусско-украинских отношениях? Юрий, каждый из топ-кандидатов и Порошенко, и Зеленский, и Тимошенко, отвечая на наш вопрос о перспективах белорусско-украинских отношений, говорили, что наша страна в их приоритетном внешнеполитическом списке. Порошенко назвал отношения с Беларусью фантастическими. Тимошенко посчитала экономические контакты самыми перспективными. А Зеленский напомнил, что у многих украинцев в Беларуси есть друзья и родственники. А без человеческого какая уж политика. Но мы узнали и экспертное мнение. Я предлагаю послушать, как на этот вопрос ответил политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда. У Порошенко есть своя история отношений с Беларусью и достаточно позитивная, на мой взгляд. По крайней мере, у него и у президента Лукашенко есть общий язык. А Зеленский в этом плане заложник своих потенциальных советников. На самом деле в Украине, я думаю, вы это тоже почувствовали, есть достаточно большая заинтересованность в том, чтобы Беларусь оставалась для нас дружественной и чтобы отношения между нами были взаимовыгодны. Это, по-моему, константа. Кто бы ни стал следующим президентом Украины, все серии этой избирательной кампании наверняка войдут в золотую коллекцию пиарщиков и политтехнологов не только конкретной страны. Противостояние актера, не наследившего в политике, которого украинцы благодаря сериалу уже подсознательно ассоциируют с образом президента и главы государства реального, который пока тот самый сериал смотрели, хорошо ли, плохо ли, но нес ответственность из-за зарплаты, из-за пенсии и за реальный сценарий жизни страны. И вот случится ли заветный политический хэппи-энд, узнаем только после второго дубля. Ждем 21 апреля. Что ж, спасибо большое, Ольга. 25 миллиардов долларов – это почти половина нашего ВВП. На такую сумму на данный момент реализуются в Беларуси инвестиционные проекты. Эту цифру озвучил в интервью «Контурам» помощник президента Александр Косиниц. О том, что это за проекты, где они реализуются, и что дадут экономике страны, а в итоге каждому из нас, как и обещали в начале программы, говорим обстоятельно. А также о том, почему представители власти должны чутко реагировать на проблемы и запросы граждан, даже тогда, когда эти проблемы личного характера. Именно с такими в основном и идут люди на приемы, которые проводят чиновники высокого ранга в регионах. Помните, Александра Косинца мы застали в Борисове. Вопросы связаны и с строительством, и благоустройством, и пенсиями, и назначением заработной платы и так далее. То есть вопросов очень много. Оказание медицинской помощи, очередность. Все начинается с мелочей. Надо, чтобы была нормальная погода в доме. Вот мы сегодня нашли решение и примирили родственников. Или же в другом плане осуществим работы, которые исчерпают эти все конфликтные ситуации. Окажем помощь. Причем это надо было сделать давно. Вы помощник, который курирует стратегические проекты. Борисов и Борисовский район в этом плане ведь уникальный. Здесь очень много объектов, которые имеют национальное значение. Не так ли? Прежде всего национальное значение в Борисовском районе имеет автомобилестроение. Джили. В этом году планируется 22 тысячи автомобилей. А в целом первая очередь построена на выпуск 60 тысяч автомобилей. Вот мы затронули автомобилестроение. И эту тему необходимо развивать дальше. Мы должны выйти на отечественную локализацию более даже 50%. В Борисове на этой площадке китайскими партнерами будет построен завод по производству двигателей для этих автомобилей. Не сборка, а именно производство. Помимо того, будет вестись очень интенсивная работа по увеличению объемов производства радиаторов для тех же автомобилей Джили. Можем ли мы говорить о каких-то перспективных проектах в ближайшее время, которые появятся в таких городах, как Борисов, Орша, Бобруйск, Барановичи и так далее? Если говорить о других направлениях, будет завершено строительство атомной электростанции. В стране необходимо будет строить около 2 миллионов квадратных метров жилья, которые будут полностью работать на электрообеспечении. Не только приготовление пищи и освещение, но и подогрев воды. Ведь мы сегодня электрокотлы, электробойлеры, практически все это оборудование закупаем за рубежом и брать большие деньги. Но когда разобрались в локализации, что из себя представляет это оборудование, мы можем 100% сами их выпускать, делать. Если мы говорим о нефтеперерабатывающей индустрии, завершении нафтана, мозыря, модернизации, но параллельно сегодня планируется, уже начиная практически с этого года, строительство так называемой малотоннажной нефтехимии в Новополоске, где будут построены предприятия, направленные на получение различных элементов из мазута, что в конечном итоге еще в большей степени увеличит переработку и глубину. Причем в том же числе и фармацевтического назначения. Если мы говорим о вопросах, связанных с развитием металлургической индустрии, то мы планируем вторую очередь, а это 300 тысяч тонн проката. Белорусский металлургический завод «Жнобин». Это еще дополнительное создание новых рабочих мест, совершенствование этого предприятия. А там практически в значительной степени импортозамещение, экспортоориентированная продукция. Сегодня мы занимаемся очень интенсивно целлюлозной промышленностью. Обратите внимание на Светлогорский целлюлозный комбинат. Сегодня он работает с мощностью 60%. Да, есть технические, технологические, экологические определенные проблемы, но они практически к 1 июля этого года будут решены. Бумажная фабрика в Добруше. Сейчас она законсервирована по определенным обстоятельствам, но готовность ее 95%. В следующем году мы ее ведем также в эксплуатацию. Заметьте, в стране в прошлом году велось 447 проектов на 25 миллиардов белорусских рублей. Но масштабное строительство, модернизация, реконструкция начата в нашей стране с 2005 года. По всем без исключения направлениям экономики, социальной сферы. И я перечислил некоторые предприятия, приблизительно их 37, если взять вычинить. Это 25 миллиардов долларов США сегодня идет освоение ресурсов. Практически половина ВВП страны. И, естественно, в этом 20-21 годах эти предприятия будут введены в эксплуатацию. Это даст прежде всего новую продукцию. Это новая будет экономика. Это добавленная стоимость, естественно, поступление налогов, рабочие места, подоходный налог. Вопросы, связанные с получением экспортоориентированной продукции, обеспечивающей безопасность, независимую самостоятельность нашего государства. Это мощнейшее будет развитие экономики всего государства. В начале программы я вспомнил афоризм Генри Форда о том, как можно согреться. Конечно же, у миллиардера есть высказывания и о деньгах, и о роли, которую они исполняют. Вот оно. Иметь деньги абсолютно необходимо. Но нельзя забывать при этом, что цель денег не праздность, а умножение средств для полезного служения. Для меня лично нет ничего хуже праздной жизни. В цивилизации нет места тунеядцам. Думаю, это высказывание не потеряло актуальности и сегодня, спустя столетия. Форд известен прежде всего как автор концепта «автомобили для всех». Но сегодня комфорт при передвижении зависит не только и даже не столько от модели машины, сколько от качества дорог. Новость, которую водители наверняка не пропустили. С 1 апреля дорожный сбор мы должны были платить по-новому. Но что-то не сложилось, и эта процедура по-прежнему привязана к техосмотру. Так как платить? Кому? Когда? И сколько? Константин Степанец провел подробную диагностику проблемы. Станция техосмотра на выезде из столицы. Работают две линии. Точнее, сейчас только одна. Вторую включают только, когда очередь больше трех машин. А такого здесь давно не наблюдается. В день где-то 30-40. И еще человек 10 приходят без машин. Просто спросить, когда уже? В масштабах республики можно констатировать тот факт, что количество предоставляемого транспорта на государственный технический осмотр год от года уменьшается. Мы наблюдаем падение спроса на эту услугу, начиная с 2014 года, приблизительно по 10% каждый год. В конце прошлого года в стране было зарегистрировано 4 миллиона 290 тысяч авто. Техосмотр из них прошли только миллион 240 тысяч. Остальные, соответственно, нет. И дело тут даже не в самом техосмотре. Одновременно с платой за него государство взимает и госпошлину за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Он же транспортный налог и налог на авто. Сумма от 76,5 рублей за легковой до 637,5 за тяжелый грузовик. Теперь включаем логику. Машин на дорогах год от года все больше. Вероятность остановки сотрудникам ГАИ все меньше. Штраф от 1 до 3 базовых, либо предупреждение. Если на дороге сильно не лихачить, выгоднее ТО не проходить и транспортный налог, соответственно, тоже не платить. Все ждут, и я жду. Хотя уже заплатил, но все равно. Кто-то ездит мало, кто-то круглый год. Разница ей, а гроши хорошие. И этот Гордиев узел запутывается все сильнее. Часто именно техническое состояние машины становится прямой, либо косвенной причиной ДТП. Об этом свидетельствует и статистика ГАИ. За последние 5 лет мы видим, что увеличивается количество людей, которые не проходят государственный технический осмотр. Соответственно, они привлекаются к административной ответственности. Но с точки зрения безопасности дорожного движения, конечно же, необходимо, чтобы автомобили были в технически исправном состоянии. Ну а прохождение техосмотра, наверное, стимулирует людей для того, чтобы они следили за своими автомобилями. Многие вообще сетуют на целесообразность такого налога. Мол, зачем? Деньги идут в дорожный фонд, на ремонт дорог. В последние годы именно эти средства составляют около половины дорожного бюджета. А он все время в дефиците. Машин-то все больше. К тому же на поддержание автострад в должном состоянии привлекли и около миллиарда долларов внешних займов. В общем, не обойтись. Я выжидал время до весны. Сейчас мне на дачу ездить надо. Я оплатил этот налог. Что есть, то есть. Ну, я считаю, что это неправильно. А как правильно? Я же вам сказал, бензин. Бензин, я купил его, туда вошло. Я не поехал, значит, и не оплатил. Вот это будет правильно. То, что налог нужно как-то менять, было понятно уже давно. И проект столь необходимого указа даже прошел процедуру общественного обсуждения. Предложений от граждан было около трех сотен. Где-то треть высказывались именно за включение госпошлины в стоимость топлива. Главный аргумент против лежит в сфере международной, можно даже сказать, братской. Российская нефть к 2024-му для нас будет стоить столько же, сколько и для остальных стран. Нефтепереработка в настоящее время убыточна. И даже для того, чтобы выйти на нулевую рентабельность, необходимо еще дополнительное увеличение этой цены по оценке концерна «Белоннефтехим». Еще дополнительно там порядка 9-13 копеек. В проекте указа оплачивать транспортный налог предлагается через ЕРИП. Платить можно только за тот период, в который участвуешь в дорожном движении. Если проходишь на год и больше, скидка 20%. Поэтому и принять хотели под самые грядки. 1 апреля это был такой, ну скажем, жесткий срок, который мы себе поставили именно разработчики этого проекта указа, для того, чтобы с наступлением дачного сезона обращались к нам, как в большинстве своем, это пенсионеры, которые именно пользуются транспортом сезонно. И мы такой жесткий срок поставили для того, чтобы действительно удовлетворить их пожелания. Сегодня, к сожалению, первое число прошло, решение до сих пор не принято. Наверное, это связано вот с тем резонансом в обществе, который вызвал этот проект. И я думаю, что это оправданно, чтобы взвесить еще раз все плюсы и минусы и принять действительно компромиссное решение. Из списка нерешенного, стоит ли ужесточить ответственность для неплательщиков? Да и вообще, кто это все дело будет контролировать на дороге? ГАИ, транспортная инспекция? С помощью фотофиксации или как-либо еще? Можно сказать, что пока в этой задаче с транспортным налогом еще довольно много неизвестных. Хорошо, хоть с условиями все понятно. Осталось только выбрать из предложенных вариантов решения один и получить ответ. Чем, видимо, сейчас и занимаются в администрации президента, где проект указа находится на согласовании. Константин Степанец, Дмитрий Буи, Игорь Хвичень, Ольга Сосновская, Кунтура ОНТ. Пламя мира придет в Беларусь вместе со вторыми европейскими играми. Так назвали эстафету игр, которую на уходящей неделе презентовали в Минске. Зажжется огонь в Риме 3 мая. Затем белорусские альпинисты вознесут его на самую высокую гору Европы – Монблан. После путешествия по европейским странам огонь прибудет в Беларусь. Это случится 12 мая. Начиная от Брестской крепости Героя, его пронесут по всем белорусским регионам, так, чтобы даже в самых отдаленных уголках страны все могли приобщиться к эстафете грандиозного спортивного события. Ну и закончит свое путешествие по стране Пламя мира 21 июня на стадионе «Динамо». От него зажгут огонь вторых европейских игр в Минске. Как все это будет выглядеть, уже знает наш спортивный обозреватель Андрей Бондаренко. Пламя мира вторых европейских игр, которые пройдут в Беларуси, увидит весь континент. Факел и огонь всегда были символами олимпизма и, конечно, как мы могли обойтись без них. Впервые факел Евроигр был показан на этой неделе. Он довольно компактный, вес и центр тяжести специально подобраны, чтобы с ним было удобно бежать. К огню прикоснутся сотни спортсменов и болельщикам. Многим уже повезло. Знаковое событие не только для нашей страны, но и для всех стран-участников, для всей Европы. И поэтому с таким размахом делается эта презентация. Это огромная честь. Мне предоставлено ввести факел олимпийский. Факел, он всегда показывает статус мероприятия, статус соревнований. И для всех спортсменов это какой-то ритуал олимпийской славы. Маршрут, по которому пронесут белорусский факел европейских игр, это более 7500 километров. Старт уже 3 мая. Из Рима огонь дальше поедет по Италии, затем Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия и также Польша. Завершится эстафета зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене Евроигр в стадионе «Динам». Я был удивлен, честно говоря, потрясен тем, что в Белоруссии решили проводить игры европейские. Мы можем такое очень почетное, очень сложное, ответственное мероприятие. Актер Владимир Гостюхин признается, что к эстафете не готовился, по утрам не бегал, но сейчас точно спортивную форму наберет. Ведь далеко не каждому повезло стать частью будущего мультиспортивного форума и стать покелоносцем. Символично, что презентация «Пламени мира» проходила в Международный день спорта. И точно можно сказать, эстафета принята. Принята у Баку, который проводил первые европейские игры. Наши будут не менее теплыми, яркими и душевными. Вся Европа поняла, что некоторые виды спорта здесь проводят как розыгрыш золотых медалей на Олимпиаде. Наша страна подготовилась уже, но даже на данный момент может провести и проведет лучше, чем были первые. В эстафете огня вторых европейских игр примут участие 450 покелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Пламя поднимется на высшую точку Европы, Гуру Монблан. А 12 мая прибудет в Беларусь, где побывает во всех уголках нашей страны, пройдет тропами Беловежской пущи, сплавится по Августовскому каналу, посетит замки в Мире и Новогрудке и даже спустится в шахты Солигорска. Это будет увлекательное путешествие по Европе и стране. Путь, за которым мы, конечно, будем следить и который скрасит ожидания главных спортивных стартов этого года. Андрей Бондаренко, Игорь Хвиченя, Контуры. Олимпийские звезды. Это не только спортсмены, но и победители предметных Олимпиад. Министерство образования подвело итоги республиканских соревнований, которые в этом году проходили по 18, хочется сказать, дисциплинам, но нет. По 18 учебным предметам. И впервые, не удивляйтесь, по физкультуре. На Олимпийские старты вышли 600 тысяч учеников, а в финале свои знания, а теперь еще и ловкость, продемонстрировали полторы тысячи школьников. Лучшие начнут на днях подготовку к международным стартам. И здесь все как в большом спорте. Тренировки, достижения оптимальной интеллектуальной формы, аккурат к важным соревнованиям. Есть даже медальные прогнозы. В прошлом году в международных Олимпиадах участвовали 58 белорусских школьников, которые вернулись с хорошим урожаем. Завоевали 50 медалей, 5 золотых, 19 серебряных и 26 бронзовых. Предлагаю познакомиться с нашей золотой молодежью. В том числе и с первым победителем республиканской Олимпиады по физкультуре. Наталья Козей. Знание, сила. Это были быстрые передачи 6. Потом поворачиваемся, прыжки, передаем мяч туда. Потом обратно нижний. Быстренько тоже бежим, бежим, тоже передаем. От нить не ботаник. Даже плохим мальчиком называет сам себя Никита. Шутку, конечно. Он стал лучшим из 33 тысяч школьников, которые участвовали в первой Олимпиаде по физкультуре. Свою жизнь свяжет, конечно, со спортом. Никита Горбаченок мечтает стать тренером по кроссфиту. В университете физкультуры уже заявили, что готовы принять в ряды студентов без экзаменов. Правда, пока нет официального постановления, позволяющего это сделать. Ведь Олимпиада проходила впервые. Я и так поступлю, я знаю, я уверен в себе, но это было бы неплохо, если бы это сделали, подписали. Каждый учащийся победитель Республиканской Олимпиады будет представлен к награждению специальным фондом президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Дело за взрослыми, которые верят. Эта школьная Олимпиада принесет стране и новые олимпийские медали. А вот Даниэль Трухан как раз ботаник. В том смысле, что биологию любит. Еще школьник, но уже студент. Победа на Республиканской Олимпиаде по биологии, путевка в медуниверситет. Даниэль, как и его родители, будет врачом. Немножко ответьте в пробирку с антоцианом. Эти задания он делает на раз-два. С девятого класса занимается с преподавателями биофака БГУ. Даниэль поясняет, на Олимпиаде БЛАД исключен. Действительно стресс, потому что никто не знает свои результаты до последнего дня. Даже сами те, кто проверяют задания, они вот узнают фамилии тех, кому они дали дипломы только на награждении. Они когда дают дипломы, они только смотрят на баллы. То есть все вот остается в неизвестности до последнего дня. Одноклассники Даниэля уважают. Ботаником не считают. Веселый, умный, харизматичный. Да и, как известно, девочки выбирают победителей. Он занимается спортом, каждое утро ходит заниматься на гимназический двор. И там подтягивается и так далее. Он сам по себе веселый. С ним всегда интересно, он всегда научит чему-то и поскажет. А списывать дает? Списывать нет, не дает. Зависть есть только Белая. Мы, наоборот, очень рады за него, потому что мы действительно видели, сколько он делает, для того, чтобы поступить. Ну, то есть поступление – это такой приятный бонус. Им было самому это все интересно постичь и сделать. Поэтому столько, сколько сил он вложил во все это, никто из нас, наверное, столько не вкладывал, поэтому он заслуживал это. Учитель, у которого горят глаза, который увлекает своим предметом учеников на вес золота. Сама Наталья Ивановна уверена – без команды ученик, учитель, родители ребенку не справятся. Учащийся, который дошел до Республиканской Олимпиады и победил в Республиканской Олимпиаде, я не побоюсь этого слова, знает больше, чем любой, наверное, учитель школьный в Минске. Это формула Гебоза. Списывать дальше? Нет. Химию списывать – это вообще грех, я считаю. Литий, берилли, натрий. Когда-то мама купила ему журнал, где надо было коллекционировать минералы. С тех пор Максим Сысоенков мечтает выйти за рамки таблицы Менделеева. Победитель Олимпиады по химии давно решил – будет заниматься фундаментальными исследованиями. По итогу этих исследований создаются какие-то новые, прорывные вещи. Например, были исследованы полупроводники, и вот вам отлично. Теперь мы ходим все со смартфонами. Лучше проскользнуть какой-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал. Всегда с книгой, электронной. Так проще – вся школьная программа в одном месте. И не только, ведь задание на Республиканской Олимпиаде отнюдь не школьное. В восьмом классе мне пообещали подарить щенка, если я займу какое-нибудь место. И он на Республиканской Олимпиаде третью степень получил. Риджи уже два года, и кажется, он вдохновляет хозяйку-десятиклассницу на новые победы. В этом году у Вики Заруцкой первое место по русскому языку и литературе. Дом, огород, рассады в маленьком. Лиозно, что на севере Беларуси забот по хозяйству хватает. И низкий поклон родителям, говорит Вика, которые не загружают дочь домашними делами. Занимаюсь сейчас учебой и меньшую часть времени уделяю даже с вот собакой. Родители меня очень любят и дают мне возможность учиться для моего будущего. Как, живя в маленьком поселке, она обогнала столичных учеников, которые занимаются с вузовскими преподавателями. Вика не знает, просто очень старается и хочет стать хорошим врачом. Для этого и нужны победы. Наталья Кази, Сергей Анковский, Олег Шапель, Олег Горюнов, Илья Братенков. Контуры. Что ж, пожелаем этим ребятам удачи в реализации их стремлений, чтобы они испытали то самое неповторимое чувство, когда в их честь звучит государственный гимн. Мелодия, которая сопровождает победителей и чемпионов. Я же хочу напомнить о том, что наш телеканал продолжает масштабную мультимедийную акцию «Гимн 2.0». И шанс войти в историю есть у каждого. Все, что надо, записать собственное исполнение гимна на телефон или планшет и отправить на сайт ОНТ. Там же и все подробности. Ведь правда, поют белорусы от всей души. Это лишь часть видеозаписей, которые уже поступили на ОНТ. Скоро, 3 июля, в День независимости, сводный хор услышит вся страна. Кстати, этот год знаковый для нашей Родины. Четверть века Конституции и Институту президентства. Беларусь отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и столько же три четверти века нашей главной мелодии. Страна еще ввела схватку с врагом, а в апреле 44-го был объявлен конкурс на первый государственный гимн Беларуси. Определились только через 11 лет. Даже когда в 90-х главная песня осталась без слов, сочинение композитора Нестора Соколовского звучало широко и торжественно. Мой коллега Александр Матсяз. Как брать высокие ноты? Не просто слепок из гипса. Это отражение последних чувств, эмоций, переживаний композитора. Соколовского не стало в 1950-м, а уже в 1955-м его музыка «Нас связала». Мы белорусы. Гимн слушают стоя, всегда и везде. Здесь же еще и склоняя голову перед лицом автора главной мелодии. Относится чаще всего с трепетом. Супруга Нестора Федоровича Ольга Игнатьевна передала музею в дар «Государственный гимн Республики Беларусь» 1956 года издания. Его личные вещи, его автобиография. Зайду я на горку и гляну долину. В такт им шумят березы. Так же, как некогда подпевали маме Соколовского. Голосом славилась на всю округу. У истока Вилли и малая родина дивного гения. Свои мотивы он черпал в фольклоре. Мы белорусы. Душа народа в каждой ноте. Композитор с детства. Мастерский играл на трех струнах. Можно и легко ее исполнить, и нежно. Но это же гимн, поэтому звучит величественно и красиво. И мощно, что самое важное. Соколовский написал эту мелодию в тамбуре вагона. Возвращался с гастролей по Уралу, в Москву. До дома весной 44-го пока далеко. Однако, уже было понятно. Освобождение близко. Готовится белорусская наступательная операция. Багратион. Стране нужно особо торжественное произведение. Сама тема этого гимна в тех пунктирах, которые автором заложены, в тех мелодических фразах, которые придуманы, он настолько точен, что какое-то видоизменение оно может только повредить. 75 лет назад начато это дело. Совершенно не секретное. 226 страниц материала конкурса по созданию гимна Беларуси. Всего и не перескажешь. Отмечу лишь, на старте было 15 композиторов, представили 73 варианта музыки. Мы, белорусы, тогда финал не прошла, но позже победила. В этом деле, к сожалению, у нас не отложились документы композиторов. А где они? А может быть, они в каком-то другом архиве, либо на руках остались. На сегодняшний день эта тема тремует исследования. В белорусском архиве кинофотофона документов это самая почтенная запись уже государственного гимна. С 1955 года менялся текст главной песни. Теперь авторов двое поэты Михаил Климкович и Владимир Коризна. Было время, музыку Соколовского исполняли без слов. Какие чувства наиболее развиты у человека? Зрение и слух. Гимн, как генетический код любой страны. Например, «Боже храни королеву», конечно, Великобритания. Или «Советский» в 21 веке уже российский. И все же каждому народу ближе к сердцу своя мелодия. Соколовский так и не окончил консерваторию. Здоровье подорвал войну, хотя написал великую песню про Неман. Слава при жизни не бежала впереди него. А через годы мы, белорусы, уже один из главных символов, который звучит в самые важные моменты нашей суверенной истории. Александр Матиас, Владимир Слиш, Александр Зонов, Дмитрий Буй. Контуры. Это все, что мы успеваем вам рассказать сегодня. Контуры предстоящей недели в следующее воскресенье на ОНТ. С вами был Юрий Гроеров. Всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова